Детская школа искусств Ноябрь этого года был весьма успешным для юных музыкантов, несмотря на пандемию Сейчас, поскольку конкурсы в дистанционном формате, мы еженедельно отправляем минимум 3-4 заявки И только за последний месяц, в ноябре, у нас 6 первых мест, порядка 7 третьих мест и 2 вторых Одну из побед в ноябре в школе искусств принесли участницы вокального дуэта Анна Костина и Владислава Горбачева Они заняли первое место в московском областном конкурсе голосов звучания, который проходил в дистанционном формате Девочки не просто вместе поют, они хорошие подруги и всегда поддерживают друг друга на выступлениях Петь любят с раннего детства Я с детства любила петь, у меня такая любовь почему-то к пению С детства я всегда пела своим родителям, они меня всегда слушали и поддерживали в этом И вот 6 лет назад я узнала о музыкальной школе, когда мне исполнилось 7 лет, я пошла в первый класс Как раз тут отходил набор в музыкальную школу И я прошла прослушивание и попала в пятерку на бесплатное обучение Когда я была маленькая, я очень много пела, а потом, когда мы пошли в музыкальную школу, обязательно был хор, вокал Вот и я пела и потом сейчас на вокале пою Любовь к искусству девочкам прививают и школьные педагоги, и родители Отец Анны Костины уверен, что музыкальное образование во многом расширяет кругозор и помогает стать многогранной личностью Ребенок любит очень заниматься музыкой, поет дома очень хорошо Ну соседи хорошие, терпеливые люди, поэтому даже иногда и хвалят в группе, что хорошо поет Ну и плюс дома фортепиано, альт тоже как бы соседям раньше не очень нравилось, скажем так, очень давно Но сейчас уже у нас много хорошего, что получается, поэтому, в принципе, одобряют Вокальному мастерству девочек обучает талантливый педагог Ксения Чабан С каждым уроком уровень исполнения учениц все более совершенствуется Девочки учатся в шестом классе, но вот так вот спелись мы с ними достаточно недавно, только второй год мы поем Они поют у меня в хоре, и мне показалось, что голоса так похожи Я решила сделать дуэт, и мы вот спели несколько произведений И два из этих произведений, Колыбельная Дунаевского и Хорошие девчата, такое известное произведение из кинофильма Мы отправили на областной, очень престижный конкурс вокалистов И вот девочки заняли, вокальный дуэт занял первое место, чего мы очень рады Месяц ходит высоко Светят звезды далеко В этот синий, синий свет, где ни слезы, коряне Сердце хочет улететь под ней А светят звезды далеко А светят звезды далеко А если мне достать рукой А если мне достать рукой Вощеребленный покой Слезы очень далеко Еще одну победу Лесногородской школе искусств принес тромбонист Андрей Мелентьев Точнее семья Мелентьевых Отец Андрея его педагог, а мать концертмейстер Послушаем пианино Но если пианино вдруг дает другой темп немножко Ты играешь в своем привычном темпе Всякое бывает Бывает, даже и мастера ошибаются Андрей играет на тромбоне не так давно Но уже добился высоких результатов Занял первое место на областном конкурсе исполнителей на духовых инструментах На самом деле на тромбоне он играет буквально у нас только второй год То есть до этого он играл на теноре И это для нас именно на тромбоне Это первый такой опыт участия Ну, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло Мы оказались на карантине, на изоляции И вот решили принять участие в конкурсе Так получилось, что Андрей к музыке уже привык, будучи в утробе матери Мама работала в этот момент в театре И он еще не появился на свет, но знал уже много опер Далее, когда он взрослел, мы не наставили на том, чтобы он был музыкантом Это был его выбор Даже где-то мы, наоборот, немножко говорили Может, и другим чем-то займешься В профессии музыканта очень много плюсов, но есть и какие-то минусы Поэтому это его выбор Полностью его выбор Юный музыкант искренне любит творчество и мечтает свою будущую карьеру связать именно с музыкой Андрей много рассуждал о том, на каком именно инструменте он хочет играть Выбор пал на тромбон По мнению Андрея, это по-настоящему мужской инструмент До этого я попробовала несколько инструментов Сначала занимался на фортепиано Затем на ударных инструментах Но почему-то на этом не остановился И вспомнил, как играет папа И пошел на тромбон А юная пианистка Арина Яралова Заняла призовое место на конкурсе «Волшебные звуки рояля» Который ежегодно проходит на базе Лесногородской школы искусств Со своим учителем Мариной Черниковой Арина занимается уже четвертый год Педагог стремится максимально раскрыть талант Арины Учит чувствовать каждую ноту в музыкальном произведении Свободно, это медленный вальс Который ты играешь, танцуешь от туши Свободно, расприми плечики И давай свободно начинь, мягко Правая рука месит клавиатуру А это легко И длинные фразы строят И уходим С ней работать очень легко и приятно Вот, даже если она приходит ко мне на урок последняя И я уставшая, я с удовольствием занимаюсь И усталость куда-то пропадает Арина учится сразу на двух специальностях По классу аккордеона и по классу фортепиано Причем изначально она поступила именно на аккордеон Потому что мечтала об этом с раннего детства Она с детства мечтала играть на гармошке Сколько я помню, она всегда говорила Я буду играть на гармошке Пришла в музыкальную школу В класс аккордеона И где-то через полгода учебу Ирины Мухамединовны Решила, что она хочет еще и на фортепиано попробовать Вот, и начала заниматься с Мариной Леонидовной Собственно, сейчас она занимается и на фортепиано, и на аккордеоне Чтобы добиться в музыке высоких результатов Арина посвящает занятиям по несколько часов в день Если ей очень нравится произведение Она может выучить его наизусть буквально за 2-3 дня Когда очень нравится, тогда могу там очень быстро выучить Потому что очень хочется А когда так, ну, тоже нравится, но не так сильно Тогда, ну, где-то, может, неделю, две Ну, чтобы наизусть выучить А потом еще там играть, чтобы правильно было Играет музыка И еще одну на этот раз коллективную победу В школе принес юношеский хор «Лесные голоса» Он стал лауреатом первой степени в конкурсе патриотической Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Ну, я себя успокаиваю Говорю, что все будет хорошо Я молодец, у меня все получится Руководит коллективом молодой, но опытный педагог Мария Луконина Она стремится дать ученикам Не только профессиональные вокальные навыки Но и привить им уважение друг к другу И чувство единства С самых ранних пор я всегда детям говорю Что хор – это дружная семья Что мы единый коллектив, единый организм И друг к другу практически родные люди Ребята, многие, именно на хоре начинают дружить Улетают, улетели Улетели, мы прочли Улетают, улетели, мы прочли Лесногородская детская школа искусств объединяет творческих людей С детьми работают профессиональные педагоги Из 36 преподавателей школы 28 имеют высшую квалификацию В школе у нас существуют разные отделы Ну, естественно, традиционно пользуются, скажем так, спросом И очень много желающих Это на фортепиано Ну, это везде и всегда Класс гитары у нас прекрасный Значит, у нас очень большой духовой отдел У нас есть духовой оркестр В общем-то, это не каждая школа может себе позволить И на духовом отделе у нас представлены все инструменты И наша большая мечта Это, чтобы был габой Пока у нас его нет Это единственный инструмент, которого у нас нет О, сам, ба, 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 сам, ба Полы! Пш!